То, что было немыслимым еще 10 лет назад, например, ипотека по двум документам, сегодня вполне нормально воспринимается и предлагается разными банками. Всем привет, вы на канале Банковский. Сегодня у нас ипотека по двум документам от Россельхозбанка. Здесь, конечно, идет минимальная ставка несколько выше, чем по обычным ипотечным продуктам, от 8,8% годовых. Ну и то, правда, что пакет документов, который нужно будет предложить, он действительно очень маленький. Очень маленький. Буквально там паспорт и второй дополнительный документ. Значит, какие условия предлагает Россельхозбанк? Ну давайте мы рекламную информацию тут пропустим. Это, в общем-то, не столь важно. Вы и сами ее можете посмотреть. Больше нас интересуют типовые условия. Ну вот смотрите, базовые параметры. Значит, вторичный рынок недвижимости, квартира, таунхаус, дом с земельным участком, недвижимость на первичном рынке. То есть, в принципе, полноценная программа. Но здесь нужно сразу обратить внимание, что первоначальный взнос будет от 40%. То есть, если вы берете квартиру на вторичном или первичном рынке, строительство которого финансируется Россельхозбанком. И от 50%, если приобретается таунхаус с земельным участком или дом с земельным участком. Так что, рассчитывать нужно на то, что у клиента есть достаточные накопления, чтобы оплатить как минимум половину стоимости объекта недвижимости. Ну а вторую половину в рамках указанной программы профинансирует Россельхозбанк. В принципе, достаточно заманчиво. То есть, если, допустим, у вас нет возможности подтвердить доход официальный, есть определенные проблемы с этим, то вот такой финансовый продукт – это выход из положения. То, что касается сроков, здесь просто потрясающие цифры. То есть, сроки комфортные от 1 до 300 месяцев. Сумма от 100 тысяч рублей до 8 миллионов. То есть, максимальная сумма, конечно же, доступна субъектам, которые проживают на территории Москвы и области, или в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ну а для жителей периферии – до 4 миллионов рублей. То есть, данная программа по сравнению с обычной ипотекой Россельхозбанка кажется ущемленной, но это, в общем-то, видимость. На самом деле, там разница не так уж и велика. Ну и, естественно, страхование предусмотрено. Обязательное страхование объекта недвижимости и добровольное страхование жизни и здоровья. Теперь давайте на ставки взглянем. Ставки будут зависеть и от объекта недвижимости, и от суммы, которая берется, и от категории субъекта, который данную ипотеку приобретает. То есть, самые выгодные тарифы идут от 3 миллионов рублей. То есть, там процентная ставка наиболее низкая. Самая низкая ставка получается для участников зарплатных проектов и надежных клиентов. Надежные клиенты напоминают о тех, кто уже брал кредит в Россельхозбанке и, соответственно, имеют кредитную историю лично Россельхозбанка. Ну и ставки тут, если так пробежаться, получается максимальная 15,5. Да, то есть, при приобретении дома с земельным участком, самая максимальная ставка идет для иных физических лиц, которые берут до 3 миллионов. 15,5. Но все равно, как бы, это неплохо. В крайнем случае, если ставка вас не устроит, можно будет посмотреть другие похожие варианты. Ну, либо согласиться на эту ставку с тем прицелом, что ипотека будет со временем рефинансирована. Хотя с рефинансированием тоже нужно быть очень осторожным. Значит, заемщик, что какие требования гражданства, регистрации на территории РФ и возраст от 21 года до 65 лет. Стаж работы, да, то есть, для физических лиц не менее 6 месяцев на последнем месте и не менее года общего стажа за последние 5 лет. То есть, обращаю ваше внимание, что ничего тут дополнительного действительно нет. Ну, а то, что касается документов, то, кроме анкеты, заявления, да, предъявляется паспорт и второй документ на выбор. То есть, как бы, тут действительно интересно. Ну, и при наличии тут, как бы, созаемщика, в браке супруг обязательно идет созаемщиком, и брачный договор, если есть, он тоже предъявляется, да. В целом, как бы, если давать оценку данному финансовому продукту, конечно, нельзя назвать его выгодным с точки зрения условий. То есть, конечно, если у вас есть возможность оформить обычную ипотеку, или там, тем более, с господдержкой, там условия будут намного-намного лучше. Но, напоминаю, что данная программа предполагает сокращенный пакет документов, и не надо будет подтверждать там доход ваш, какие-то там дополнительные справки по форме банка заполнять там. То есть, это определенное преимущество для определенных категорий граждан, и они, например, могут смириться даже с такой ставкой, потому что лучше такая ставка, да, чем вообще получить отказ и остаться ни с чем. В описании к данному ролику можете найти лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам доброго!